Люди вашей профессии, вашего проживания, должны, конечно, знать о существовании различных методов информатизации, включая реинжиниринг бизнес-процессов, бизнес-процесс реинжиниринг, BPR, методология, о которой я вам докладывал раньше. То есть это фундаментальное переосмысление и радикальная модернизация ключевых бизнес-процессов ради достижения сверхвысоких результатов деятельности. Реинжиниринг. Ну, почему это надо? Ну, во-первых, конечно, это дает в руки пользователей этой методологии очень мощные козыри. И во многих случаях этот реинжиниринг позволяет спасти организацию, там, какую-то структуру от краха. В каком-то смысле это касается и целых стран и народов. Вот, например, китайцы, они там в свое время проводили культурную революцию и некоторое подобие реинжиниринга, но она получилась не совсем удачной, там, когда в каждой деревне доменную печку сделали и выплавляли металл, чтобы его было много. Ну, металла получилось много, но весь он получился плохой. Из него смостили площадь Тянь-Ань-Мэнь, каждый по кирпичу привез, и получилось вот что-то такое. Вот, но Россия, вы знаете, находится в непростой ситуации, поэтому ей тоже потребуется реинжиниринг, а не просто эволюция, полуползучая паранойя. Поэтому на коне будут те специалисты, кто понимает в этом толк. То есть учебная цель это понять сущность этой методологии и попробовать ее в деле. Провести небольшой эксперимент местного значения в масштабах групп, в рамках какого-то семестра. Вот, это задача минимума, а задача максимум заключается в том, что, опять же, на ваше поколение ложатся очень серьезные проблемы преобразования общества и выхода на достаточно надежные и прочные рубежи. Другая, дверь. Другая, дверь. Другая, помогите, РВВС. Вашему поколению предстоит нелегкая задача. И я бы назвал людей, представителей вашего поколения, ваших сверстников, кому эту задачу придется решать экстремалами 21 века, которые знают, могут и хотят вот такие революции устраивать. В хорошем смысле революции. Не экосоциальные, а технологические, может быть, организационно-технологические. Они нужны. То есть, социальный заказ, это из ваших рядов выдвинуть одного-двух лидеров, которые могли бы здесь на своем участке фронта навести шороху, осуществить революционные структурные преобразования, инициировать их или что-то в этом духе. Ну, десяток-другой Биллов-Гейтсов нам не помешал бы. Страна при наличии таких людей преображается, как вы понимаете. Это сверхзадача. Ну, в рамках нашего курса, значит, мы выбрали такой сюжет, как, например, формирование нового мировоззрения, новых представлений о миропорядке, то есть информатизация вообще, информатизация общества в широком смысле, информатизация рабочих мест персональных на элементарном, на нижнем уровне. То есть функция информирования, формирования новых представлений. Эта функция органически связана с реинжинирингом вообще. Вот фундаментальное переосмысление, как из определения следует, это первое, с чего начинается реинжиниринг. В мозгах должны быть подвижки. Люди должны понять, что ситуация такова, что требуются очень серьезные структурные перемены. Ну, это как в большом и в малом тоже. То есть вот, как Грибоедов сказал в своем «Горе от ума», да? Дома навыда предрассудки старые. То есть техники много новой и возможности много новой, но мозги прокисшие старого режима 20-го века. Философия, миропонимание другое. Ну, вот на примере нашей группы вы можете почувствовать. Вот мы попробовали реинжиниринг осуществить в нескольких отношениях структурные изменения. Напомню, что речь шла о том, что мы лекционные занятия в традиционном формате вести не будем, а заменим их дистанционным обучением. Второе. Заменим отчетность перед преподавателем отчетностью перед обществом. Это совсем другая ситуация, новое качество, радикальное. То есть что-то для широких слоев населения. Далее, значит, мы должны были изготовить из множества источников, в отличие от традиционного одного, непоколебимого и неизъявленного, использовать множество источников и сгенерировать свое представление о предмете. Базу знаний, как мы сказали. И вот это представление о предмете должно было отражать достижение прогресса, жизненный опыт каждого и всех вместе, какие-то тенденции, общую ситуацию, много чего. Ну и другие инновации. Ну, группа вроде как сподобилась участвовать в этом эксперименте, но выяснилось, что фундаментального переосмысления это не произошло. Люди в большинстве своем не почувствовали себя на высоких ролях, не осознали своей миссии. Поэтому большая часть работы, она получилась рутинной. Что-то надо было отписаться, преподавателю сдать и закрыть этот вопрос, забыть о нем. Какая дурная сон. Ну, это тоже вариант. То есть здесь не в вину в группе, а просто для понимания ситуации. Реинжиниринг требует гибкого мышления и понимания того, что мы выходим на качественно новые рубежи. Вот этого понимания достичь, как мне кажется, не удалось. Хотя шаги в этом направлении какие-то были сделаны. Это надо было. Я надеюсь, что наш опыт вам поможет определиться в этой жизни с вашими ролями и, может быть, решиться на какие-то поступки. И этого достаточно. Больше от нас учебные программы не требуют, ограничимся мало. Поэтому с точки зрения зачетов, значит, будет достаточно сам факт вашего присутствия, существования. Плюс небольшие, может быть, незатейливые отписки, какие получились. Но они должны присутствовать просто потому, что я лицо подотчетное, а мне перед деканатом, к примеру, надо будет отчитаться, что с Робозгруппы работа проводилась, и вот что-то получилось такое большое и пушистое. Поэтому зачеты по простой схеме я предлагаю сделать. Из тех новаций, которые мы применяли в нашей практике, создана коллективная база данных, назовем ее так, гипертекстовая, в контакте. И вот в этой базе данных есть разделы, которые относятся к... В которых описаны подвиги каждого. Какие есть? Ну, я посмотрел, поинтересовался, значит, мне понравились очень те моменты, которые вот, на которых я остановлюсь чуть позже. Именно это то, что нашлись люди, которые решились на дистанционное самообразование и получили в Интуит соответствующие сертификаты. Это круто, будем считать так. Я этих людей горячо приветствую. Поэтому у них зачет, можно сказать, в кармане остается в чистой формальности. Ну, есть другие достижения, скажем. Есть ряд сайтов, созданных усилиями участников. Это тоже свидетельство хорошей профессиональной подготовки. Ну, хорошая, не хорошая, достаточно основательная. Вот. Ну, и по содержанию я не буду рассказывать, что там я увидел. Вот. Времени до этого нет. Но это интересно. И другие упражнения, которые были проделаны и зафиксированы в этих отчетах о лабораторной практике, которые представлены группой. Будем руководствоваться этими отчетами. Отчет есть, и там достаточно чего понамешано. Получаю зачет, и до свидания. Ну, по тем, кто не сделал вообще ничего, я тоже предлагаю экстремальный вариант. С учетом особых условий обучения группы в этом семестре. Они очень нестандартные. Вот. И по другим причинам я предлагаю отпустить душу на покаяние всех, кто отчеты не сделал. Если группа за них поручится. Списком или персонально? Ну, как знаете, вот с Украиной у нас тяжба идет, и Россия поставила условия. Значит, мы долги вам простим, если там за вас МВФ или там США, или кто-то поручит. Здесь некоторое подобие ситуации, значит. Ну, товарищ должен будет за долги свои закрыть, то есть отписаться до нового года, или до конца, до начала нового семестра, почти месяц считаете. При том, что зачет будет поставлен авансом, если группа поручится. Нормальная схема. У нас есть площадка, на ней можно публиковать, ее видно со всех сторон, в том числе от преподавателей. И зачем нам еще какие-то тусовки организовывать, искусственные, портить друг другу кровь. Правила игры я озвучил. Здесь вас все устраивает. Лидеров я горячо приветствую. В вашей группе есть сильные фигуры. Вот я здесь среди них. Татьяну бы выделил. Достаточно энергичная девушка. Мне понравилось. Таким я люблю работать. Не только я, а все. Надо понимать так, что по жизни, если человек демонстрирует активность, значит, это кому-то надо. И таким образом он растет в глазах окружающих. Авторитет, имидж появляется. Вот Татьяну я запомню надолго. Это радует. Но есть еще вот эти вот пережитки прошлого. Дома новые, а пережитки старые. А с ними надо бороться. Если вы хотите быть реформаторами, как от нас требует партия и правительство, если вы хотите отличиться и обрести достойную роль и место в этой жизни. Но пробуйте себя. У нас был эксперимент. Из него извлечь можно много уроков. Вот. Ну, на этом я закончу. Преамбулу. Понятно, чем мы занимались тут. Мы делали эксперимент. Пробовали свои силы. Изучали предмет. Применяли знания, где это возможно. И получили то, что получили. Не больше и не меньше. Фактически, значит, это была подготовка, курс молодого бойца для того, чтобы участники этого эксперимента могли бы себя продемонстрировать где-нибудь на более ощутимых, более ощутимых оседаемых ролях. И осуществить свой глобальный маневр в этом пространстве. Увлекая за собой другие, широкие слои населения. У меня все.